Девушки отдыхают Обслужить 400 мест за один день – это безумие, но ничего не поделать. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю поики пароваркой, а костер – духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. День первый. Вакамо. Как видите, сейчас в ресторане идет активная уборка и подготовка к обслуживанию. Привозят заказанные продукты, официанты моют, полируют, пополняют запасы в баре. Но не думайте, что таким все и останется. В данный момент идет подготовка к сервировке ланча. Этот ресторан может обслужить тысячу человек за день. На это уходят примерно полторы тонны лосося и тунца в сезон. Можете представить масштаб. Сейчас тут спокойно, но к началу ланча здесь станет оживленнее. И тогда либо я выплыву, либо пойду ко дну. Итак, Джастин, вот что мы сделаем. Мартин Хэнкок – главный шеф-повар. Поднимемся на верхний этаж ресторана, на кухню, совсем познакомимся, посмотрим, какие на сегодня приготовлены продукты и что происходит. Прогуляемся по террасе, насладимся видом, а затем спустимся вниз и посмотрим, что там интересно, твое впечатление. Привет. Привет, как дела? Рад знакомству. Моё первое впечатление – это восточный ресторан, и я думал, тут будет много китайцев и японцев, но нет, здесь работают местные африканцы, перенявшие все премудрости восточной кухни. И это прекрасно. В кулинарии нет правил и нет права собственности, когда дело касается посетителей. Если хорошо готовишь, можешь превратиться из курьера в начальника. Так и происходит на этой кухне. Это мой шанс показать, из чего я сделаю. Я докажу Мартину, что способен выполнить простейшую работу. Это делается очень просто. Позволь, я покажу. Отрезаем голову. Это фантастика. Замечательно. Режем по позвоночнику. Всего семь коробок. Чисто и красиво. Вот так. Без потерь. Семь коробок? Да. Покости. В чем я ошибся? Не могу ее удержать. Что ты делал, чтобы рыба не скользила? Давай я покажу еще раз. Понятно. Я пытаюсь держать рыбу с этой стороны, и ты берешься вот здесь и режешь к хвосту. Ты должен держать вот так. Да, да, да. Руку вот сюда. Да, так. Ясно. Спасибо, шеф. Не волнуйся. Шеф, я знаю, это неправильно. Я попрактикуюсь и справлюсь. Ладно, действуй. Так, хорошо. Возьми. Почему я не могу сразу сделать правильно? Так же. Это правильно. Готово. Молодец. Спасибо, шеф. Я поставлю тебя с Робертом. Это Роберт. Привет, Роберт. На кухне все с чего-то начинают. Как правило, с самого низа. Всегда тяжело вторгаться в чью-то область. Я отбираю работу, у кого-то еще ее отдают мне. Уверен, Роберт думает, что делает этот парень у меня на кухне. Повара не знают, что я могу, на что способен, с чем справлюсь, поэтому мне дают простейшие задания. Они увидят, как я работаю, и решат, как использовать меня на кухне. Приходится все узнавать. Сегодня время подстройки. Добро пожаловать в поварята на кухне в Акаме. Кастрюля. Роберт работает с Мартином более пяти лет. Он говорит не на английском, а на суахиле. Английский он выучил на кухне. Как на суахиле сказать большое спасибо? Часто кажется, что на кухне особое небольшое племя. Здесь не важна национальность, цвет кожи, возраст или вероисповедание. Важно только то, как ты работаешь. На этой кухне вы найдете конголезцев, людей из племени суахили и коса, южноафриканцев, китайцев, японцев и меня. Все мы должны работать вместе, как одна семья. Пахнет вкусно. Главный тест. Как на вкус? Скажи. Вкусно? Хорошо. Большое спасибо. Скучно, однообразно, но просто необходимо. Подготовка. Все в порядке. Он собран и терпелив. У Джастина есть практические навыки. Вы и видели, как он управляется с ножом. Он умеет налаживать общение, а это важно. Если не умеешь общаться, конец. Джастин может, он старается. Посмотрим, что выйдет. Прямо сейчас. Если вы заглянете за угол, то увидите, что ресторан очень быстро заполняется. Сейчас здесь человек 40. В разгар ланча будет более 200 посетителей. Я чуть не положил рыбу в отдел молочных продуктов. Рыба тут, молоко тут. Мне надо понять систему. Что можно сейчас сказать? Я должен познакомиться с сотрудниками и добиться их расположения. Неважно, насколько скучные задания мне дают. Я готов их выполнить и научиться делать правильно. Надо, чтобы все люди на кухне были на моей стороне, чтобы меня начали уважать. Кажется, пока я справляюсь. С нетерпением жду момента, когда Мартин начнет мне больше доверять и поставить на другую работу. Думаю, он уже заметил, что я способный. Больше всего мне хочется включиться в настоящую работу. Скрестим пальцы на удачу, чтобы так оно и вышло. Это тунец. Я его уже разделал. Болень и лосось. Лосось и тунец нужно обжарить. Тунец на той стороне. Ты ему поможешь. Спасибо, шеф. Ладно. Новый заказ. Обжаренный тунец в панировке и пюре с васаби. Во всех местах я узнаю что-то новое. Кто бы догадался объединить жареного тунца и пюре с васаби? Стол двадцать семь. Быстро забирайте. Один кальмар. Несете? Один кальмар. Подведем итог. Думаю, это был прекрасный день на кухне. Я со всеми познакомился и вошел в коллектив. И все же, когда принесли лососи, Мартин сказал, «Скорее достань кости». Я потерял самообладание, но последнего разрезал правильно. Мне пришлось попотеть, но главное, я справился. Мартин настолько в меня поверил, что на завтра поставил на Димсум. Посмотрим, что будет. На сегодня это все. Поеду домой и сделаю вот так. Приготовлено в Африке. День второй. Вакаме. Это второй день в Вакаме. Сегодня я работаю в отделе Димсум с Тони. Он научит меня делать пельмени. Меня это очень интересует. Думаю, вскоре Димсум заместит суши в новой восточной кухне «Фьюжн». Привет, Тони. Привет. Спасибо, что сегодня будешь со мной работать. Я этому очень рад. Никогда раньше этим не занимался. Так будь со мной снисходителен. Тони Ли. Впрочем, я сообразителен и быстро учусь. Ладно, я покажу, как их делать. Хорошо, это картофельный крахмал. Крахмал, так. Нужен картофельный и пшеничный крахмал. Берем в равных частях. В равных частях. Кипящую воду. Я этого не умею, но скоро научусь делать это оригами. Это подсолнечное масло? Оливковое. Оливка. Вымешивай. Да, я чувствую, что крахмал сразу начал набухать. Очень мудро. Значит, тесто надо вымешивать. Да, нужно вымешать. Тони, а сколько по времени? Хорошо промешай. Хорошо промешать? Потом тесто надо завернуть в пищевую пленку. Оно быстро высыхает. Убираем в полиэтиленовый пакет, чтобы не высохла. Это прекрасный пример, как можно украсть взглядом. Доска смазана маслом. Так тесто не прилипнет. Да, но доска должна быть деревянной. Пластмассовую использовать нельзя. Никогда. Надо сдавить, чтобы вышел воздух. Прижимаем и осторожно защипываем. Держим двумя пальцами? Да. Три. Тремя. Держим вот так. Слегка прижимаем и закрываем начинку. А потом слева направо, слева направо. Эти два пальца вот так. А этот здесь. А потом слева направо. Когда это делаешь ты, кажется, просто. Это искусство. Тони, сколько лет ты практиковался? Еще мальчишка я учился у мастера. Я этому очень долго учился. Да, это сложно. Не так просто, как делать суши. Суши просто, димсум сложно. Я научился делать суши раньше, чем димсум. Я хочу показать вам разницу. Этот Тони, а этот мой. Начинка из креветок? Это креветки. Креветки. Да, это начинка. В чем их маринуют? Креветки и калиевая вода. Что? Калиевая вода из Китая? Если добавить ее к креветкам, будет вкусно. Да, сделаем еще. Складываем с трех сторон. И сдавливаем. Сначала тут. А потом прижимаем, чтобы вышел весь воздух. Закрываем здесь. Да, и заворачиваем край к центру. Это потрясающе. Мы кладем сюда Эдамаме. Это произведение искусства. Это прекрасно. Хорошо. Вот так. А теперь? С другой стороны. Они не симметричные, как у тебя, но отсюда. И закрыть. Подвернув их сюда. Да, подворачивай вот так. И другой край. Другой. В первый раз мне тоже было трудно. Так же. Точно так же. Поначалу у меня так же не получалось. В первый раз так у всех. Кладем по центру. Ты подворачиваешь внешнюю кромку внутрь. Так, потом что-то положишь сверху. Икру. Икру когда будет готова? Блестяще. Приготовим и попробуем? Да, конечно. Это самая приятная часть работы. Мы должны это попробовать. А сколько готовится димсу? Три минуты. Три минуты? Три минуты. И все. Да, три минуты. С креветками три минуты, с курицей четыре. Ясно. Время приготовления зависит от ингредиентов. Да, по-разному. Ты открыл мне на это глаза. Полюбуйтесь. Если присмотреться, видно, что тесто просвечивает. Как стекло. Как стекло. Как стекло, как матовое стекло. Прекрасное сравнение. Видите, тут просвечивают креветки. Видно начинку. Внутри. Да. А здесь? Это мамы. Это красиво. Осторожно, горячо. Он горячий? Текстура теста восхитительна. Вкус начинки прекрасен. Посмотрите, как усердно работает команда поваров. Обратите внимание на этих ловких парней, которые выкладываются на все сто. Спасибо, спасибо. Тони, ты научил меня совершенно новым вещам. Я так счастлив. Не могу это передать. Я в экстазе. Хотел бы я тоже чему-нибудь тебя научить. Может быть, когда-нибудь я покажу, как делать пойкикос. 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 Это интересно. Я с удовольствием поучусь. Что тут можно сказать? Только то, что это было потрясающе. Но особый интерес у меня связан вон с тем парнем. Видите? Он в красной форме. Он научит меня готовить хрустящую утку. Итак, я постараюсь все запомнить. Сначала надо выпотрошить утку, достать все внутренности. Это первый шаг. Да. Что потом? А затем введем воздух. Берем эту насадку и вводим под кожу. Под кожу. Денвер, феврори. Это чтобы отделить кожу. Итак, чистим утку с помощью воздуха. Отделяем кожу от мяса. А что в кастрюле? Китайский мед, винный уксус и вода. И вода? Да. Сколько времени варим утку? Зачем ее сначала отваривать? Чтобы избавиться от лишнего жира? Обычно мы подвешиваем ее на 4 часа. Уксус и жар помогают избавиться от излишков жира. А затем помещаем утку в печь. Вот так. Мы ее поворачиваем, а примерно через час достаем оттуда. При какой температуре жира? Там около 180 градусов. Кто туда залезает, чтобы вымыть? Провинившиеся. Эту утку мы приготовили утром. Остальные должны висеть еще 4 часа. Когда приходит заказ, мы помещаем утку в духовку и отрезаем куски. Ясно, эта утка уже зажарена. Это пожарена. Как видишь, она хрустящая. Да, все излишки жира сгорели, и утка стала хрустящей. Никогда не видел, чтобы птицу так резали. Очевидно, у вас столько опыта, что вы знаете, где что находится. Это один из тех случаев, когда совершенство – дело практики. Мы подаем утку с блинчиками. С блинчиками, огурцом, пореем и соусом хойсин. Мой второй рабочий день в Акаме подошел к концу. Слава богу, что я работаю в одну смену. У меня есть время, чтобы заняться тем же, что и остальные жители Кейптауна. Приготовлено в Африке. День третий в Акаме. Привет. Это мой последний день в Акаме. Доброе утро. Джастин, доброе утро. Я хочу… Да, как дела? Я в порядке, готов к последнему дню работы. Ты будешь с Бангани. Вы будете готовить рыбу, тунца и лососа, копченого лосося. Вот что нужно сделать. Мы берем лососи, чистим и достаем все кости. Я делал это в первый день. Да, да, верно. Достаем кости, коптим на листьях китайского чая. Добавляем палочки корицы. Технику приготовления мы покажем по ходу дела. Бангани тебе поможет. Для дурных нет ни отдыха, ни работы. Займись делом, разберись, сконцентрируйся. Еще один день начинается срезки чеснока. Обычно я готовлю для друзей, дома или на природе. Тут гораздо больше, чем я бы приготовил на шестерых, восьмерых человек. Здесь приходится обслуживать сто, двести, триста клиентов. Делаем одно и то же. Что дальше? Бангани гонгья. Нужно насыпать зеленый чай. Слегка посыпаем дно противня. Да, чтобы образовался дым. В этом заключается главный секрет горячего копчения. Все эти ароматы пропитают рыбу. Травы и специи на дно. Семена аниса, корица, листья зеленого чая. Поставим это прямо на огонь и закоптим рыбу. Крышку. Хорошо. Ставим прямо на газ? Да. А на сколько, Бангани? Полторы минуты. Полторы минуты? И все? Да. До готовности или чтобы только придать аромату? Я думал, это будет горячее копчение, но ошибся. Нам нужно всего лишь ароматизировать лосося. Все готово. Лосось подкопчен, очищен, подкопчен и разделен на порции. Истриски достали пости и разделили на порции. Тунец тоже готов к подаче. Да, мы готовы к обслуживанию. Сейчас все в ожидании. Выжидательная позиция. Мне знакомо это чувство ожидания. Да, ждем и ждем. Сегодня важный вечер. Мартин, я готов к обслуживанию. Субтитры создал DimaTorzok Обслуживание закончилось. Было не так уж сложно. Хорошее, но легкое обслуживание. А вот сегодняшний ужин будет действительно убийственным. Я жду его с нетерпением. Мне кажется, ради этого мы живем. Обслуживание. Один мощный поток адреналина. С начала обслуживания и до последнего заказа это безумие. Мне комфортно на этой кухне и никуда не хочется. Если вы заметили, тут совершенно новая команда. Шеф-повара сменились. Сейчас здесь те, кто работает во вторую смену. Вокруг меня море новых лиц. В том числе... Как тебя зовут? Рад знакомству. Как видите, на кухне много красавиц. Они лучше всех парней. Порция среднепрожаренной говядины с чисточным соусом. Что значит подготовлено? Это значит, блюдо из меню придется подождать. То, что здесь можно сразу нести. Клиент заказал суши или нечто подобное. Филей. Медальон из телятины. Средний. Я немного разочарован такому, как я сложно прийти на три-четыре дня и включиться в обслуживание. Здесь все работает по отлаженной схеме. Каждый знает свою роль, место и время, кроме меня. Здесь готовят еду в больших объемах и обслуживают массу гостей, поэтому здесь я мешаюсь больше, чем где бы то ни было. На этой кухне другая энергетика. Вечернее и дневное обслуживание в этом ресторане совсем не похоже. Тут иное чувство напора и предвосхищения. Супер. Выполнение заказов поставлено на поток. У меня не хватает слов. Я смотрю, как вы со всем справляетесь. Невероятно. Хочется вас поблагодарить. Спасибо, Джастин. Мне было приятно. Мы возьмем тебя на работу. Приходи в отдел горячих блюд, когда пожелаешь. А я думал, ты скажешь, мыть стаканы. Нет, нет, ты хорошо справился с этой работой. Можешь вернуться в любой момент. Что тут сказать? Я провел несколько дней на кухне с Мартином и Тони. Мне кажется, димсум скоро заменит суши. Для меня приготовление димсум стало самым необыкновенным опытом. Я отправился в это путешествие, чтобы стать лучшим поваром. О большем я и не мог мечтать. В каждом ресторане меня учат чему-то новому. Учат применять и совершенствовать свои кулинарные умения. Но я могу сказать одно. Сейчас я счастлив, что могу пойти домой и снять обувь. Ибо я чертовски устал. Ведущий Джастин Банелло. Продюсер Келвин Хейворд. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Кочник. Крошки-медиа. Они остались. Крошки-медиа. Это горы подтолблен. Тут кажется, что они я занимаюсь установлены thếатив Either way versus materials. А с динам мне открывают. Продолжение следует...